Символика цвета в одежде имеет давнюю историю. Использование цвета в одежде не стало исключением. При этом культура каждого народа вкладывала свой информационный посыл, свое значение, свой смысл, используя в предметах одежды тот или иной цвет. Российская Федерация в вопросе количества народов – уникальное государство. На данный момент на ее территории проживают около 200 народностей, каждый из которых имеет свою культуру, традиции, обычаи, национальную одежду и, соответственно, символическое значение цвета в ней. Сегодня мы поговорим о символике цвета в национальном костюме некоторых народов нашей страны. Народная одежда является частью материальной культуры и несет в себе информацию о быте, укладе, народных традициях, ритуалах и даже о миропонимании сибирско-татарского народа. В отличие от казанских татар, с глубокой старины сибирские татары шили свои одежды из материалов, которые ткали из овечьей шерсти на собственных ткацких станках. До появления швейных машин татарки шили одежду вручную и придавали особое значение при выборе ткани, символики цвета, соблюдая национальные традиции и учитывая полувозрастные особенности людей. С помощью цветовых сочетаний мастерицы передавали традиционные представления о гармонии и красоте, в которых находили отражение и духовно-нравственные устои народа. Так, например, считалось, что красивым и достойным для девушки было носить одежду светлых оттенков – розовый, светло-зеленый, голубой. Незамужние девушки носили платья розового цвета, что является, по их мнению, символом юности, доброты, дружелюбия, мечты и надежды. Темные и насыщенные цвета ткани предпочтительно носили люди зрелого возраста. Праздничные платья пожилых женщин были бордового цвета, что символизирует уверенность и консерватизм. Основной вид верхней одежды у всех слоев татар – камзол, который тобольские татары называли бешмет. В отличие от казанских татар, сибирские татары внесли свои отличия в орнаментацию камзола. Это нашивки декоративной тесьмой или позументом по краю в виде полос, а также уголки подола передних полочек камзола снизу пришивали на угол. В основном камзолы носили люди старшего возраста, и поэтому цветовая символика ткани состояла из темных оттенков, таких как темно-синий, темно-зеленый и бордовый. Также были камзолы черного цвета. Синий оттенок, по мнению мастериц, обозначал связь с тюркским миром и является символом воды, которая занимает значительную территорию, где проживают этнические сибирские татары. Стихия воды, по мнению исследователей, символизирует женскую природу, поэтому такие камзолы носили в основном женщины. В отличие от казанских татар, сибирские женщины носили камзолы черного цвета. Возможно, это обусловлено тем, что черный цвет символизирует нижний мир. По мнению мастериц, этот цвет укреплял связь с предками, и, как правило, одежду такого цвета изготавливали для повседневной носки. Иногда одежду из черного бархата могли надевать и на праздники и стремились украсить тесьмой, позументом, декорировать серебряными монетами. Также в качестве праздничной одежды татарки носили платья с оборками, так называемые пармы. Оборки нашивались на подол платья в разном количестве, от одной до трех. Есть предположение, что оборка символизирует волну, стихию воды. Кроме того, орнамент в виде полос, волн, возможно, символизирует путь женщины в земном мире. Как у хантыйских женщин полоса – это дорога в чум мужа, так и у сибирских татарок полоса – это прохождение пути от девочки к девушке к зрелой женщине. Значительный интерес представляет вид женского головного убора сибирских татарок – сарауц. Сарауц – это праздничный головной убор замужних женщин, напоминающий диадему. Этот довольно дорогой головной убор был распространен во второй половине XIX и XX веке среди женщин из богатых семей. Как правило, изготавливали в основном из синего цвета, что обозначало воздушность, свободу и чистоту неба, а вот орнаменты были золотыми или желтыми, что символизирует мерцание звезд на небе. Также изготавливали сарауц из красных оттенков, как символ женственности. Как один из самых ярких примеров динамики цвета обозначения, можно рассматривать традиционную одежду обских угров. Архаичные формы традиционной одежды хантов и манси, описанные исследователями культуры народов в Сибири, одежда идолов и культовое облачение позволяют определить начальные этапы использования цветовой символики и динамики цвета обозначения. Традиционную одежду обских угров условно можно разделить на одежду охотников-рыболовов, сшитую из шкурок птиц и животных, кожи рыб и равдуги, одежду земледельцев и животноводов из ткани, шерсти и шкур, и одежду оленеводов из шкур животных и равдуги. Условность этого деления определяется возможностью использования перечисленных материалов для изготовления костюмов в различных производственных группах. Одежда из разных видов материала соответственно украшалась, сшитая из шкурок птиц и животных мозаикой и окрашиванием, из кожи – краской, вышивкой, бисером, металлическими подвесками, из ткани – вышивкой, аппликацией, бисером, металлическими подвесками. В целом весь комплекс традиционной одежды обских угров был выдержан в едином цветовом стиле. Наиболее распространенным в традиционной одежде обских угров является красный цвет. Его доминирующая роль в костюме хантов и манси отмечалась еще исследователями XVIII века. Нитки красного цвета использовались во всех известных видах вышивки обских угров. Часто краяноплечные одежды из сукна и хлопчатобумажной ткани обшивались тканью красного цвета, контрастной по отношению к основному фону одежды. На меховой одежде полоски красного сукна вставляли в швы, в том числе в швы меховой мозаики. Орнаментом, нарисованным красной краской собственного производства, украшалась обувь из равдуги. Из сукна и хлопчатобумажной ткани красного цвета шили женскую, мужскую и детскую одежду, которая считалась нарядной. Особенно это было распространено у северных групп обских угров. Украшение одежды на основе контрастных цветосочетаний широко использовалось в традиционной одежде хантов и манси. При этом обращает на себя внимание достаточно устойчивое сочетание красного, синего и желтого цветов, особенно в одежде из оленьих шкур. Традиционным, видимо, следует считать сочетание красного и синего, красного и зеленого. Так, если основным цветом одежды является красный, то украшения, аппликации, бисер, мозаика выполняются из материалов синего или зеленого цветов и наоборот. Такое цветосочетание наиболее часто встречается в одежде обских угров. Традиционная одежда, особенно халаты, сшитая из белой ткани или белого меха, у хантов и манси также считалась праздничной и одновременно выполняла определенные функции. Например, белые халаты, обшитые по краям, использовались на медвежьих праздниках для изображения священных танцев богов. Сакральный характер имел белый цвет и у соседей, обских угров. У немцев белая одежда считалась самой красивой и праздничной. У мордвы праздничным был белый халат с вышивкой, для пошива которого использовали хорошо отбеленый и тонкий пасконный холст, позднее замененный белой хлопчатобумажной тканью. Известно также, что белый цвет у мордвы, особенно в XVIII-XIX веках, считался знаком траура и, соответственно, использовался в одежде. У прикамских и прибельских морийцев зафиксировано применение традиционной белой туникообразной рубашки в качестве обрядовой. Праздничное и обрядовое значение у морийцев имели кафтаны из белой ткани, при этом нередко белый цвет отбортовывался черным. В целом же цвета обозначения в традиционной одежде обских угров сводятся к трем основным цветам – белому, красному и черному. Символика цвета в русском народном костюме носила двоякий характер – социальный и мистический, которые очень тесно переплетались между собой. Три древнейших и основных в символическом языке одежды и вышивок цвета – белый, красный и черный. Белую одежду носили люди в любой переходный период жизни. Таким образом, в белом с минимумом украшений или вовсе без них ходили дети до 7-8 лет, старики, невесты и рекруты. Кроме того, белый цвет считался символом замужней женщины-матери, в противовес красному – девичьему. Но это не значит, что женщины не носили красного цвета. Носили, но существенно меньше, чем девушки и уже больше в качестве отделки, а не основного цвета костюма. Красный был первым цветом, который начали использовать люди для обрядовых целей. Красный цвет – символ огня, жизни, совершенства, здоровья, защиты от дурного. Красно-солнышко, дающая жизнь. Весна-красна, начало жизни. Лето-красное, торжество жизни. Красная девица. И даже в фольклоре это символ женского начала. Аленький цветочек – символ девочки. Маков цвет – девушка. Красная ягода – женщина. В обрядовой культуре красный используется как защита жизни. Рябиновые бусы, красная лента в волосах девушки, красные сапоги, красные кафтаны были призваны защитить здоровье и дать больше жизни. В повседневном костюме по всей России встречался контурный оберег. Красная оторочка по вороту, рукавам, подолу, рубахе, как мужской, так и женской. Черный и другие темные цвета – темно-серый, коричневый – это естественные цвета шерсти. Его носили люди старше 70 лет и старые девы. В сущности, это цвет отказа от мира вообще и от размножения в частности. Люди детородного возраста и положения старались избегать его в одежде. Исключением являются одежды Воронежской области, где черные присутствуют даже в свадебных костюмах, а воронежские вышивки поражают богатством узора и благородством вида. Кроме этих основных цветов, русские люди до второй половины XIX века использовали в своей одежде желтый, синий и зеленый. Эти три цвета присутствуют в отделке одежды уже в XIII веке, но в качестве основного цвета костюма возникают уже довольно поздно, к XVIII веку. Причем в эти цвета в основном окрашены не домотканные ткани, а привозные из Китая или Ирана. Таким образом, люди с незапамятных времен придавали особое значение чтению языка красок, что нашло отражение не только в устойчивых выражениях, народных преданиях, мифах, сказках, религиозных и мистических учениях, но и в одежде. И несмотря на многонациональность нашей страны, символическое значение цвета в одежде множества народов очень схоже.